В Алматинской области продолжается слушание по резонансному делу столкновения пассажирского поезда с автобусом на станции Шамалган. На скамье подсудимых 60-летний Досбатыр Ахмеджанов. Он в тот день дежурил на переезде. Сотрудника национальной компании Казахстан Тимыржолы обвиняют в нарушении правил безопасности при движении на железнодорожных путях. Но сам Ахмеджанов вину отрицает и заявляет, что действовал по инструкции. За ходом слушания следит наш корреспондент Эльза Токчурин. В результате той трагедии погиб один человек, но жертв могло быть гораздо больше. Водитель автобуса скончался на месте происшествия. А вот два маленьких ребенка и их мать чудом выжили, но могут остаться инвалидами. Расследование резонансного дела велось почти полгода. В итоге обвинение предъявили Досбатыру Ахмеджанову, который в тот роковой день дежурил на переезде станции Шамалган. Второе судебное слушание длилось с утра до вечера. В заседании участвовали свидетели, эксперты, машинист и две пострадавшие стороны. Кстати, в качестве вторых пострадавших выступило руководство автопарка. Ему принадлежит автобус, который протаранил поезд. Одной из первых выступила Эльмира Жанебекова. Она в момент удара осталась в общественном транспорте вместе с дочерьми. Прежде чем произошел удар, я едва успела закинуть детей за водительское сидение. Адвокат женщины потребовал от Каскеринского автопарка и национальной компании «Казахстан Тимиржулы» возместить моральный и материальный ущерб в размере 40 миллионов тенге. Вместе с тем, защита потребовала привлечь автопарк в качестве обвиняемых, а не пострадавших. Погибшие водители автобуса марки «Сетра» стали главной причиной возникновения опасной аварийной ситуации. Но, несмотря на это, автопарк, которому принадлежал маршрут, выступает в суде как пострадавшая сторона. Такое решение было принято из-за смерти водителя. Однако нужно учитывать, что маршрут, из-за которого произошло ЧП, принадлежит Каскеринскому автопарку. И они должны отвечать за действия своих сотрудников в рамках закона. Между тем, защитник подсудимого заявил, что не согласен с результатами следствия. Досбатыр Ахмеджанов посвятил этой работе всю свою жизнь, якобы хорошо знал свои обязанности. А вот экспертизу по данному делу необходимо провести еще раз, считает сам подсудимый. Со своей стороны он намерен привлечь независимых экспертов. Экспертизу проводили специалисты Казахской академии транспорта и коммуникаций имени Танышбаева. Заключение подписано самим ректором. Там написано, что действия Ахмеджанова были верными, никаких нарушений не обнаружено. Но эти доказательства не предоставили суду. Эксперты Колесников и Солоненко не видели эти результаты и принесли другие бумаги. Они говорят, что не видели заключение, сделанное нами. Всего по данному делу, как ожидается, будет опрошено более 80 свидетелей. Если вина Досбатыра Ахмеджанова будет доказана, то ему грозит до 7 лет лишения свободы. Иззяток Чурин, Жанат Айтенова, Арсен Сандыбаев, Телеканал Алматы, Алматинская область.